Сегодня у нас презентация, друзья, презентация проекта двигателя Дуинова. Сегодня вы узнаете все самое интересное именно об этом проекте. Если вы еще даже не представляете, о чем будет идти речь, но вам интересны такие темы, как технологии, инновации, инвестиции, то вам точно будет сегодня интересно, так что присаживайтесь поудобнее. Меня зовут Павел, и именно я сегодня для вас презентую наш проект. Сначала у нас будет презентация, затем у нас будут ответы на вопросы. Свои вопросы вы можете писать уже сейчас в чат на канале вебинара двигателя Дуинова. И после того, как я закончу презентацию, я абсолютно на все ваши вопросы отвечу, так что можете уже сейчас начинать это делать. Ну что, начинаем. Что такое вообще проект двигателя Дуинова? Проект двигателя Дуинова – это в первую очередь проект по выводу технологий совмещенных обмоток «Славянка» на мировой рынок. Именно эта технология сегодня позволяет команде нашего российского инженера-разработчика Дмитрия Александровича Дуинова проектировать и разрабатывать самые эффективные электродвигатели в мире. Электродвигатели нового поколения. Сегодня я неоднократно вам это докажу. И не только как бы на словах, но и продемонстрирую в виде презентации практические применения этой технологии. Для того, чтобы в целом это было возможно, нам необходимо построить такое предприятие, как инновационный центр, который сможет как раз-таки брать заказы от клиентов на разработку различных электродвигателей самого разного назначения. Чтобы такое строительство и реализация такого проекта была в принципе реальна, сегодня привлекаются инвестиции и привлекаются они методом краудинвестинга. Это означает, что абсолютно каждый сегодняшний зритель может поучаствовать в этом проекте, поддержать его и, конечно, заработать вместе с компанией. Давайте начнем. И начнем мы говорить сначала про технологию электродвигателей. Да, электродвигатели именно это основная тема, когда мы говорим про технологию совмещенных обмоток, потому что именно в этом направлении работает команда. Что такое электродвигатели, я думаю, вы знаете. Применяются они абсолютно везде. И самые популярные электродвигатели в мире, то есть 80% всех электродвигателей, это так называемые асинхронные электродвигатели. Асинхронные электродвигатели применяются в бытовой технике, в промышленности, в станках, в измерительном оборудовании, в сельском хозяйстве, в военной технике, в авиации. То есть абсолютно везде. И именно поэтому вот эта тема и эта технология, она в принципе очень перспективна и очень такая не узконаправленная, скажем так. Поэтому у команды всегда достаточно много возможностей для того, чтобы смотреть в разные стороны этого рынка. Это, конечно же, большой плюс. На текущий день таких электродвигателей асинхронных только видов существует 10 тысяч. И абсолютно каждый подобный электродвигатель может быть либо усовершенствован по нашей технологии, либо спроектирован с нуля. Если говорить про конструкцию самого электродвигателя, то многие из вас могут знать, что там содержится обмотка, которая, как правило, выполнена из медной проволоки и выполняется она двумя старыми, известными многим методом, звездой либо треугольником. И здесь как раз таки кроется инновация Дмитрия Александровича Дуинова. Именно ему вместе с его командой удалось в одном электродвигателе соединить сразу два метода обмоток и звезду и треугольник. Именно так получается совмещенная обмотка славянкой. Именно такое название получила инновация Дмитрия Александровича. И именно она позволяет проектировать новые электродвигатели, которые гораздо эффективнее того, что сегодня делают другие компании. Давайте поговорим о том, что такая совмещенная обмотка в электродвигателе вообще дает тому самому электродвигателю. Первое, это, конечно же, экономия электроэнергии. Дело в том, что такие электродвигатели экономят до 40% электроэнергии. Это очень серьезный показатель, который неоднократно был продемонстрирован. Второе, это, конечно же, себестоимость. Дело в том, что электродвигатели с совмещенными обмотками содержат на 30% меньше медиэлектротехнической стали. В итоге мы, имея одно и то же количество сырья, вместо трех классических двигателей можем сделать четыре электродвигателя с совмещенными обмотками. Дальше идем и говорим про надежность. Надежность у нас составляет... Есть такой показатель, как сервис-фактор 2,5. У других компаний он составляет где-то 1,2-1,5. То есть электродвигатели с совмещенными обмотками гораздо надежнее, гораздо стабильнее, чем то, что сегодня производят другие компании. И это тоже подтвержденный факт. Есть много других преимуществ. Я не буду сегодня на них долго останавливаться. Я говорю такие понятные и... общей массе людей преимущества, которые дают технологии. Если вам интересно, вы можете в наших открытых источниках всю дополнительную информацию найти. Без проблем, все это и есть. Я еще скажу об одном очень немаловажном факторе. Это такая вещь, как энергоэффективность. Дело в том, что сегодня в мире используется огромное количество электродвигателей. И все они имеют класс энергоэффективности E1-E2, что является самыми низкими классами энергоэффективности на текущий день. Какую проблему мы из этого получаем? Дело в том, что электродвигатели, в свою очередь, являются основными потребителями электроэнергии. И, используя все больше и большее количество электродвигателей, мы все больше и больше вырабатываем той самой электроэнергии. Но в тот же момент сама по себе выработка электроэнергии это один из самых пагубных факторов, которые влияют на тот мир, в котором мы живем, на окружающую среду. И те проблемы, о которых мы часто слышим и уже даже чувствуем на себе, такие как изменение климата, прониковый эффект. Сегодня мы уже более серьезно к этому относимся. И как раз таки выработка электроэнергии накладывает достаточно серьезный отпечаток на эти проблемы. Сюда же мы добавляем загрязнение почвы, воды, воздуха. И все это происходит в процессе выработки электроэнергии. И, с одной стороны, казалось бы, если мы используем все большее количество электродвигателей, как мы можем приостановить выработку той самой электроэнергии? Мы переходим постепенно на электротранспорт. Технологии приходят туда, где их раньше еще не было. И единственный путь, который сегодня у нас есть, и сегодня это уже признан тоже факт, это тренд энергосбережения. Это вопрос, как сделать так, чтобы то, что потребляет электричество, потребляло его меньше, но при этом вырабатывало ту же полезную работу, если мы говорим про электродвигатели. И здесь как раз таки начинаются вводиться новые нормативы, той самой энергоэффективности. И сегодня, если мы посмотрим на эту шкалу, мы увидим, что наивысший класс энергоэффективности, такие как Е3, Е4, уже во многих странах законодательно вводятся. То есть нельзя использовать электродвигатели, которые имеют класс энергоэффективности меньше, чем Е3, Е4. И что же мы видим? Дело в том, что электродвигатели с совмещенными обмотками на сегодняшний день имеют те самые классы энергоэффективности Е3, Е4. И для нас это означает два факта. Во-первых, наша технология действительно решает одну из серьезнейших экологических проблем на сегодняшний день. И мы не можем ее не решать. Потому что если мы будем бесконечно добивать нашу планету, в итоге у нас это получится. Во-вторых, другие страны, правительства, компании, корпорации, они тоже это понимают. Поэтому они на законодательном уровне перестают использовать классы энергии, двигателей с классами энергоэффективности меньше. И для нас в этот же момент открываются невероятные возможности. Потому что сегодня уже очевидно, что компании, которые производят неэффективные двигатели, они отпадут. А те компании, которые смогут предложить рынку дешевые, надежные, доступные электродвигатели наивысших классов энергоэффективности, те станут новыми игроками рынка. На что наша компания также рассчитывает. Кто из вас может сказать, ну неужели никто такие классы энергоэффективности не делает двигатели? Да, делают, но дело в том, что они гораздо больше по размеру, при той же мощности, да, что делает команда Дуинова. Во-вторых, они иногда на порядок дороже. Поэтому тот продукт, который сегодня предлагает Дмитрий Александрович, ему нет аналогов, если мы говорим про соотношение цены, качества и той самой мощности, да, к энергоэффективности самого электродвигателя. Именно поэтому на технологию сегодня так внимательно смотрят многие крупные предприятия, многие правительства. И не просто так даже наш партнер Виктор Арестов получил за технологию, за электродвигатели, да, с нашей технологией грант в Китае. И не просто так российское правительство в том числе нас поддерживает, дав нам возможность быть резидентами одной из особых экономических зон Российской Федерации. Поэтому мы видим, что мы идем абсолютно точно в верном направлении. И чем подтверждаются мои слова? Почему-то некоторые думают, что электродвигатели с совмещенными обмотками, все то, о чем мы здесь рассказываем, что это некоторая теория. В действительности это неправда. Теория, она, конечно же, тоже есть, но она подтверждает достаточно сильной научной базой. Во-первых, это большое количество патентов, которые были получены на эту технологию с 1995 года. Именно в том году впервые технология была успешно применена. И эти патенты вы все можете найти в открытом доступе без проблем, проверить их на специальных сайтах, что эти патенты действительно есть и что они действительно зарегистрированы. Проверяйте, кому интересно. Дальше, это, конечно же, тестирование и испытания. Их также было проведено огромное множество, их десятки. И если вспоминать самые крупнейшие, то можно отметить, что проведены они были абсолютно во всех уголках нашей планеты. Я могу вспомнить, например, те испытания, которые были в России, в Белгородском университете, в Европе. Это такие, как Болонский университет, Дюссендорский университет. И не так давно нами было получено заключение из университета Бангкока, где также электродвигатели, совмещенные обмоткой, были признаны эффективными, где было подтвердено все те слова, о которых я говорю. Результаты всех этих тестирований и испытаний вы также можете найти в открытом доступе. Все это есть, изучайте. Там есть вся информация, графики, выводы по этим графикам. Смотрите. Но, конечно же, нельзя было бы говорить о том, что технология состоялась, если бы она не нашла огромное практическое применение. И компания это понимала. И в рамках компании АСПП, именно в рамках этой компании, шла разработка технологий все предыдущие годы, была выстроена такая модель работы, как лицензиаты. То есть, это люди, которые, физические, юридические лица, которые занимаются ремонтом, обслуживанием электродвигателей. И компания АСПП давала им лицензию на право коммерческого использования технологий, что они, в общем-то, и делали. Во-первых, это интересно с той точки зрения, что команда Дмитрия Александровича не только умеет заниматься инновациями, но и умеет заниматься бизнесом. Потому что, получая лицензионные отчисления в процессе работы лицензиатов, в общем-то, компания продолжала заниматься разработками. Ну, занималась она, конечно, не только этим, но сейчас мы говорим именно о технологии. Для нас очень важно то, что лицензиаты применили эту технологию на сотнях тысяч асинхронных электродвигателей. И это дало такую огромную популярность технологии и показало на практике, что технология работает. Поэтому нельзя говорить, что тестирование проходили на каких-то специальных двигателях, в каких-то там неверных условиях, еще что-то. Ну, это в принципе так нельзя говорить, потому что те лаборатории, которые эти заключения давали, они несут не только репутационную ответственность, но и юридическую, особенно в Европе. Но все же, да, как пример применения технологии, да, действительно, огромное количество двигателей прошли проверку, можно так сказать, и технология к ним была успешно применена благодаря лицензионным обмотчикам. Но они же, в свою очередь, да, выполняя эти работы, платили часть денег в виде лицензионных отчислений АСПП, поэтому здесь всем было выгодно. Но хочется отметить, что особую популярность технология приобрела только тогда, когда она была применена не в виде конкретных двигателей, да, там, общепромышленных двигателей, потому что широкие массы людей могут даже не задумываться о том, что такое общепромышленный двигатель, где он там стоит, хотя на этом держит вообще весь мир. Людям интересно видеть конечный продукт, например, электроавтомобиль, электробайк, и поэтому команда Дуинова трудился над этим и создавала свои прототипы для того, чтобы продемонстрировать то, на что вообще способны их электродвигатели. И говоря о них, самые знаменитые, это, конечно же, те, что связаны с электротранспортом, и сейчас я буду говорить в основном о них. Давайте начнем с мотор-колеса Дуинова. Мотор-колесо Дуинова – это тот двигатель, благодаря которому очень большое количество людей узнало и о нашем проекте, и о Дмитрии Александровиче, и оно являлось таким локомотивом. Почему? Ну, дело в том, что, во-первых, это мотор-колесо, это первое в мире асинхронное мотор-колесо. То, что вы можете видеть там в Китае, продается или где-то еще, это все по виду похожий двигатель, но в действительности там заложены совершенно иные технологии, которые имеют огромное количество недостатков на сегодняшний день, которые с легкостью решает разработка Дмитрия Александровича. Вот эти самые китайские мотор-колеса – это Билдиси двигатели. То есть, это двигатели другого класса. Они имеют ряд недостатков, в частности, в цене и доступности, по той причине, что в их составе есть постоянные магниты. Внутри постоянных магнитов, в свою очередь, есть редкоземельные металлы. Редкоземельный металл – это сырье. Добывается это сырье исключительно в Китае. Китай является монополистом на этом рынке. Ну и, соответственно, как у нас всегда бывает, когда есть монополист, он регулирует цены, он регулирует условия. И кроме подъема цен, Китай запретил вывоз этого сырья из своей страны. Поэтому, если вам необходимо, допустим, сделать производство на территории своей страны, или вы просто не хотите зависеть от Китая, у вас нет такой возможности. Вы можете купить либо готовый конечный продукт в Китае, то есть, сам двигатель, либо можете построить завод в Китае и там эти двигатели производить. Неотечественное производство, никакое там снижение себестоимости, речи здесь не идет. Я уже молчу о том, что вы, в принципе, используете дорогое сырье. С учетом того, что, конечно же, это сырье используется не только в этих электродвигателях, мы имеем целые отрасли экономики, которые очень серьезно зависят от Китая. И, например, в сегодняшней ситуации, когда многие предприятия были закрыты в Китае, вы можете видеть, что творится со всеми финансовыми рынками, с экономиками всех стран, когда просто товары не поступают из Китая. И сегодня, в свете последних событий, многие действительно ощутили вот этот минус, когда ты зависим от Китая, от китайских производств. Если там что-то случается, в твоей экономике также случается что-то непонятное. В нашем же случае мы имеем мотор-колесо, которое, еще раз, имеет вид именно асинхронного двигателя. Асинхронный электродвигатель не имеет никаких дорогих компонентов. Там используется в основном медь, электротехническая сталь. Это означает, что это сырье можно получить в любом количестве, за достаточно низкую цену. И мы имеем продукт, который можно делать в любом количестве, дешево, в любой точке мира. Так что здесь это мотор-колесо, конечно же, оно гораздо интереснее того, что сегодня на рынке предложено. Если мы будем говорить про такие немаловажные факторы, опять-таки, как надежность, то асинхронные электродвигатели, они, в принципе, самые надежные в мире. И мотор-колесо здесь не исключение. Говоря про мощность, стоит отметить, что вообще мотор-колеса есть целая линейка, с разной мощностью и подходят они для разного вида транспорта. Это несколько мотор-колес для электровелосипедов, и для электробайков, и для электроавтомобилей. Поэтому достаточно широкий диапазон с разной мощностью и с разными возможностями. Если же мы начнем сравнивать, то, например, взяв мотор-колесо для велосипеда стандартное, то при тех же габаритах, если взять вот такой же по размерам, по весу мотор-колесо китайское, мы увидим, что мощность у китайского будет 2-3 киловатта, у мотор-колеса до иного будет мощность где-то около 20 киловатт в пике. То есть разница действительно очень серьезная, и опять-таки она неоднократно была подтверждена. Поэтому продукт очень интересный, и на сегодняшний день на него обращают огромное количество внимания. До сих пор все постоянно спрашивают именно про мотор-колесо. Но в действительности, конечно же, компании есть чем гордиться не только в области разработки мотор-колес. Напоминаю вам о том, что технология совмещенных обмоток, она в первую очередь позволяет разрабатывать именно электродвигатели. Но электродвигатели могут быть самые разные, и, конечно же, были разработаны электродвигатели более классического исполнения для электроавтомобилей. На их базе был установлен модернизированный электродвигатель с совмещенными обмотками в автомобиле Рено Твизи и Рено Кангу, которые показали очень хорошие результаты, и Рено Твизи показали результаты лучше, чем даже были у производителя. Поэтому результат был более чем достойный. Электродвигатели, модернизированные на совмещенные обмотки, устанавливались также в общественном транспорте. В частности, они были установлены в троллейбус, и троллейбус стал экономичнее и динамичнее, чем то, что было представлено с электродвигателем, который там стоял до этого. Далее есть интересный опытный образец с электровозом. Это электровоз Эра, который до модернизации на совмещенные обмотки тянул 5 вагонов с грузом. После того, как в него был установлен электродвигатель с совмещенными обмотками, он тянул уже 11 вагонов с грузом. То есть, мощность выросла более чем в 2 раза. Так что результат действительно очень серьезный. И кроме электротранспорта, конечно же, были другие разработки. Это и общепромышленные электродвигатели, и электродвигатели для ручного электроинструмента. То есть, очень большой диапазон. Очень большой диапазон. И когда спрашивают о том, на каком же двигателе мы будем зарабатывать деньги, когда будет построен инновационный центр. И ответ здесь очень простой. Друзья, команда Дмитрия Александровича может отработать практически любой электродвигатель. Поэтому на тот электродвигатель, на который компания получит заказ, тот и будет разрабатываться. То есть, мы говорим именно о бизнесе. Мы говорим о том, что мы разрабатываем то, что нужно клиенту. В первую очередь, а не просто, что нам нравится. Хотя предложений, конечно, поступает достаточно много. Если говорить про серийное производство, то оно тоже на данный момент есть. Она налажена благодаря нашим партнерам, Виктору Арестову, который на данный момент наладил производство этих электродвигателей в Китае. И сегодня мы имеем 4 различных электродвигателя, которые он производит. Это означает, что вы их можете приобрести. Причем приобрести вы их можете не только сами по себе. То есть, электродвигатели с контроллером для того, чтобы установить свое транспортное средство. Но вы можете купить уже и готовый продукт. Само транспортное средство это именно либо электробайк, либо электроавтомобиль. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Если вам интересна технология совмещенных обмоток, она уже на сегодняшний день доступна абсолютно всем. Вот примерно за 20 минут, друзья, я вам рассказал о том, что вообще в принципе из себя представляет технология Дмитрия Александровича Дуинова. Говорить можно бесконечно. Я пробежался по верхам. Но понятно, что за такой вебинар невозможно презентовать все, что было сделано. Сделано было гораздо больше. Поэтому ищите информацию, интересуйтесь. И у вас, несомненно, будут ответы абсолютно на все ваши вопросы. В действительности разработка шла больше 20 лет. И за это время команда прошла огромный путь. Она прошла этот путь самостоятельно. От первых патентов, даже, скажем так, от первых успешных применений до патентов, исследований, опытных образцов серийного производства. Все это было пройдено самостоятельно. Команда занималась коммерческой деятельностью, финансировала из этих денег технологию совмещенных обмоток. И в какой-то момент стало понятно и очевидно, что технология является завершенной. Она уже не требуется в каких-то доработках, усовершенствованиях. Конечно, все всегда совершенствуется. И до сих пор Дмитрий Александрович говорит о том, что приходят какие-то новые идеи, приходят доработки. И то, что всегда есть несколько идей вперед, которые не реализуются, которые будут реализовываться со временем. Но все же она уже показала свой потенциал, она была интересна рынку. И это, в первую очередь, было понятно благодаря огромному количеству клиентов, которые приходили к Дмитрию Александровичу и просили у него разработать тот или иной электродвигатель. Так, ну, в общем-то, говорил я о том, что технология имеет законченный вид. Да, и что именно в ходе того, что не удалось договориться с крупными инвесторами, точно не знаю, где меня перестало быть слышно, ну, где-то, я думаю, отсюда, да. В общем-то, не удалось договориться с крупными инвесторами, именно поэтому команда Дмитрия Александровича было решено идти другим путем. И сегодня мы видим, что этот путь 100% был выбран верно, успешно. И это именно тот путь, о котором мы говорим сегодня. Я говорю о пути народного финансирования, именно о механизме привлечения инвестиций не от одного крупного инвестора, а от неограниченного количества малых и средних инвесторов. Это означает, что абсолютно каждый из тех, кто смотрит сегодняшний вебинар, может поддержать то предприятие, которое строится в рамках проекта двигателя Дуинова, и не просто его поддержать, а именно стать совладельцем создаваемого предприятия. Давайте поговорим именно об этом, поговорим о краудинвестинге, поговорим о том, зачем в этом участвовать, и что же в конце концов у нас должно получиться. Инновационный центр, который будет строиться компанией, будет называться Sovelmash. Это он называется одноименно с компанией, которая реализует проект. Именно компания Sovelmash занимается как организацией проекта, так и в дальнейшем будет вести коммерческую деятельность в рамках инновационного центра. А инновационный центр Sovelmash будет заниматься разработкой и проектированием электродвигателей самого разного назначения и самых разных направлений. Это говорит о том, что мы можем разрабатывать электродвигатели и для бытовой техники, и для электротранспорта, и для военной отрасли, и для авиации. В общем-то, всего того, откуда только может поступить заказ, тот двигатель мы и сможем разработать. Более того, этот бизнес, он интересен и сам по себе. Но, с учетом того, что те электродвигатели, которые будет разрабатывать предприятие Sovelmash, эти электродвигатели будут использовать технологию совмещенных обмоток. Это говорит о том, что те электродвигатели, которые сделает Дмитрий Александрович Двинов с своей командой, они будут нагволу выше по характеристикам того, что предлагают другие компании. И это такой снежный ком. Если хотя бы одна компания получает такой электродвигатель и вырывается вперед, у других компаний не остается, скажем так, поводов и причин не прийти к Дмитрию Александровичу и тоже двигатель не заказать. Иначе они просто остаются не у дел. Поэтому сегодня уже у Sovelmash имеется огромное количество заказчиков, огромное количество потенциальных заказчиков, потенциальных клиентов, с которыми ведутся переговоры. Многие из них застекречены по той причине, что, ну, очевидно, что если одна компания из какой-то отрасли ведет переговоры с Sovelmash, она не хочет, чтобы ее конкуренты про это узнали, потому что именно эта компания в таком случае первая получит такой электродвигатель и вырвется вперед от своих конкурентов. Ну, а конкуренция, это, в принципе, окружает нас абсолютно везде, абсолютно в любом направлении. Если говорить вообще про то, сколько стоит разработать один подобный электродвигатель, то средняя цена по рынку сегодня 50 миллионов долларов. Это та цена, которая готова платить предприятие для того, чтобы выигрывать в конкурентной гонке. И некоторые считают, что это большая сумма. Да, это большая сумма для конкретного человека, для обычного человека, которого, скорее всего, таких денег, в принципе, в жизни не будет. Но для предприятия, для корпорации, которая выпускает миллионы таких электродвигателей в год, 50 миллионов долларов – это небольшие деньги. Это те деньги, которые однозначно точно окупаются. Это те деньги, которые необходимо вкладывать в развитие своих продуктов, в развитие того, что вы выпускаете. Иначе попросту, опять-таки, вы не сможете конкурировать с теми компаниями, которые будут вкладывать в инновации и которые это делают регулярно. Таких разработок, подобных, предприятия Sowell March сможет делать от 3 до 5 в год. Исходя из этого, мы можем примерно понимать ее обороты. В принципе, маржинальность этого бизнеса составляет около 70%. То есть, это достаточно маржинальный бизнес и достаточно прибыльный, если брать цепочку разработка электродвигателей. Ну все, ладно, надеюсь, тем, кому нужно, все ссылки найдут. В любом случае, продолжим презентацию. Давайте, еще раз, как говорится, даже если новички разбежались, то старичкам тоже будет полезно послушать для, как говорится, закрепления информации, что же получает каждый инвестор, который принимает участие в проекте двигателя Дуйнова. Во-первых, это пакет, подтверждающий ваше участие в проекте документов. Это договор инвестирования, это приложение к договору и это, конечно, сертификат, в котором указано, какое количество долей компании принадлежит именно вам. Именно инвестиционные доли, то, что получает каждый инвестор и становится дольщиком проекта двигателя Дуйнова. Что делать с долями и как вообще на этом зарабатывать? Как я уже говорил, все инвесторы, которые сегодня к проекту присоединяются, инвестируют, становятся совладельцами будущего предприятия. И для того, чтобы это стало возможно, после завершения финансирования предприятие Sowell Mash перейдет в форму акционерного общества и уже ваши инвестиционные доли будут обменены на акции предприятия Sowell Mash. Что делать с акциями, я думаю, вам уже более понятно. И с акциями есть два вида дохода. Это купить эти акции дешевле, продать дороже. И второе, это получить доход из уже дохода самой компании в виде дивидендов. И именно на дивиденды также может рассчитывать каждый сегодняшний инвестор. Если говорить про купить дешевле, продать дороже, как это реализуется? Сегодня, принимая участие в проекте, вы получаете долю в компании гораздо дешевле, и ее стоимости, и той стоимости, по которой компания планирует проводить то самое IPO. Соответственно, сегодня вы покупаете долю в компании. После того, как финансирование будет завершено, вы получите акции. И для того, чтобы вы могли свои акции продать, будет проводиться IPO. Это такая процедура, когда компания выходит на фондовый рынок, и все текущие держатели акции могут продать свои акции. Соответственно, все акции, одну акцию, половину, в общем-то, как угодно. И заработать на выросшей цене. То, что цена будет расти, в этом, в общем-то, сомнений нет. Потому что сегодня, тот уровень компании, который есть сегодня, и тот, который будет через несколько лет, это будут совершенно разные компании. Несмотря на то, что даже сегодня, Сумалмаш уже достаточно серьезно стоит на ногах, и уже имеет огромное количество оборудования, и даже показывает прибыль за 2017-2018 год. Но то предприятие, которое мы с вами строим, это, конечно, совершенно иной уровень, и оценка компании будет совершенно другой. Конечно, продавать свои акции необязательно. Если вы это не сделаете, будете хранить их там у себя сколько угодно долго, год, два, десять, двадцать лет, вы имеете право получать дивиденды на свою долю. 50% той прибыли, что будет распределяться на дивиденды, будет распределена между всеми инвесторами. Это отличная информация, особенно для тех, кто ищет в инвестициях, именно не спекулятивных, да, какие-то цели у вас, да, купить сегодня, продать завтра, а именно держать свою долю, получать пассивный доход в виде дивидендов. Это тоже отличная стратегия, и она позволит реализоваться в этом проекте. Более того, возможно, вы хотите продать свои акции через 20, через 30 лет, и, как показывает практика мировая, те компании, которые живут десятилетия, их цены, цены на их акции, они очень серьезно вырастают, и это могут быть и десятки раз, это могут быть и сотни раз, и могут быть даже десятки тысяч раз, что, например, было продемонстрировано на компании Apple. Хотя кто-то раньше также сомневался, и говорили, а зачем всем дома персональные компьютеры? Сегодня, наверное, тяжело найти человека, у которого нет в семье, дома, персонального компьютера. Например, у многих, в частности, у меня есть рабочий компьютер, да, то есть это мой рабочий инструмент, без которого, в принципе, я свою, как говорится, профессиональную деятельность вести не смогу. И так достаточно большое количество людей. Поэтому эти компании, которые в свое время также были никому неизвестны, кто-то в них верил, кто-то нет, но они несли в себе вот это самое зерно, которое позволило, да, действительно, такие достаточно серьезные плоды собрать. И эти возможности нужно видеть, эти возможности нужно использовать, и таких возможностей, их, в принципе, не так уж много. Хотя предложений инвестиционных на рынке их хватает. Но таких качественных, в которых есть ответы на все вопросы, в которых все четко, понятно, разложены по полочкам, и действительно единицы, и наш проект здесь, как раз таки, ну, наверное, один из самых привлекательных на рынке краудинвестинга уж точно. Конечно, все это не было бы возможным, если бы нас не поддержало такое большое количество людей. Сегодня у нас практически 250 тысяч инвесторов, у нас более 100 стран, которые к проекту присоединились, и это огромное количество людей, которые постоянно, ежедневно проект поддерживают. Благодаря этому нам удалось реализовать первую стадию проекта, это реализация лаборатории, реализация опытного участка, и в рамках лаборатории мы сегодня работаем над технологией, разрабатываем и проектируем новые двигатели. Затем на нашем опытном оборудовании мы имеем возможность производить электродвигатели, которые были разработаны в нашей лаборатории, небольшими партиями. Затем мы снимаем с них характеристики на нашем стендовом оборудовании, сравниваем их с двигателями конкурентов и сертифицируем. Очень важно, что наша лаборатория аттестована, и поэтому все те результаты, которые она показывает, это результаты, которые официально признаются по всему миру. Так что все эти достижения сделаны благодаря инвесторам. И, конечно же, благодаря лаборатории были разработаны уже не один электродвигатель, был разработан контроллер, получены новые патенты. Благодаря контроллерам, благодаря лаборатории к нам приходит огромное количество новых клиентов, которые видят, что компания серьезно встала на ноги, и это, конечно же, серьезно помогает в переговорах, которые мы ведем с нашими потенциальными заказчиками. Которые идут, идут, идут постоянно. И сегодня все больше компаний уже идут из-за рубежа. Это не только российские компании, которым очень интересна технология совмещенных обмоток. Но основная цель, конечно же, все же, это строительство инновационного центра, поэтому мы идем в этом направлении. Мы не, ну, наверное, ни дня не было, да, чтобы команда какой-то микрошажочек не сделала в направлении именно строительства. И в начале 2019 года, год назад, мы стали резидентами одной из самых серьезных экономических зон страны. Это особая экономическая зона Технополис Москва. Благодаря тому, что нас поддержало правительство города Москвы, нас поддержало Министерство экономического развития, мы действительно стали резидентами, и нам был выделен участок на территории особой экономической зоны для строительства нашего предприятия от государства совершенно бесплатно. Более того, мы как резиденты особой экономической зоны имеем серьезные налоговые льготы, имеем необходимую инфраструктуру для работы, поэтому, да, в этом смысле государство нам сильно тоже помогло и сэкономило, как минимум, деньги не только в виде участка под строительство инфраструктуры, которая предоставляется, но и в виде налогов, которые мы не будем платить вполне на легальных условиях, благодаря условиям самой особой экономической зоны. В дальнейшем нас ждала огромная работа, все равно по-прежнему, то есть сначала был выбран генеральный подрядчик, который будет заниматься строительством, затем был подписан договор аренды земли, и затем были проведены первые подготовительные работы, необходимые для начала строительства, это установка паспорта объекта, забора, подготовка территории к строительству, там разные различные археологические разведки, там и так далее. И сегодня у нас остался, можно сказать, последний рубеж, это прохождение госэкспертизы. Госэкспертиза это очень важный шаг в развитии проекта, и можно сказать, что это один из финальных шагов, которые мы должны сделать перед тем, как мы начнем заниматься строительством инновационного центра. С 12 февраля мы отсчитываем 45 рабочих дней, и в случае, если не будет, мы пройдем госэкспертизу, да, это может мы сделать, у нас могут отправить на доработки, но мы в любом случае в итоге пройдем. Соответственно, после того, как мы пройдем, будут, опять-таки, Дмитрий Александрович говорил о том, что может быть скорректировано смета на строительство здания, по той причине, что госэкспертиза сама по себе может внести некоторые корректировки, рекомендации по каким-то изменениям. И после этого мы можем начинать полноценное строительство. Если это произойдет, если госэкспертиза утвердится, то есть быстро мы пройдем, не будем отправлены на доработки, быстро решим со сметой, то есть большая вероятность, что мы начнем строительство уже до начала лета. Поэтому мы ждем этого момента с нетерпением. Это действительно будет решающий такой важный шаг. И здесь мы уже выходим на финишную прямую, когда проект, в общем-то, уже миновал все возможные барьеры. Это очень хороший знак, и если вы только о проекте узнали, конечно, вам будет очень интересно за ним наблюдать, потому что вся подготовительная работа, в общем-то, она была пройдена. Хотя та работа, я считаю, тоже была не менее интересна. Действительно было пройдено очень многое, о чем я сегодня даже не рассказывал. Я даже, наверное, не вспомню, если все события вспоминать, сейчас пытаться. Но действительно было сделано очень-очень многое. Друзья, вообще инвестиции, это абсолютно точно то, что должно быть в жизни каждого человека. Вы можете видеть, что сейчас роль пенсии постепенно уходит, и многие вообще считают, что это правильно, потому что человек должен сам себя содержать, кто-то с этим не согласен. Но мы видим, что капиталистические страны идут именно по направлению, чтобы люди сами о себе заботились, и там об этом знают с детства, у людей высокая финансовая грамотность, и они начинают сразу свой капитал создавать еще в будущем молодом возрасте. Поэтому, когда они уходят на пенсию, у них уже достаточно денег, чтобы жить хорошей, достойной жизнью. Но это не значит, что инвестиции – это только там долгой срок, это только большие суммы, тем более это не значит. И вы должны понимать, что инвестиции, то есть благодаря инвестициям люди становятся богатыми. То есть это не сначала нужно заработать деньги, а потом их вложить. Нужно начать инвестировать по чуть-чуть, сколько есть возможность, для того, чтобы эти деньги у вас появились. Именно так люди становятся богатыми. И если вы посмотрите, чем занимаются все состоятельные люди, они инвестируют. И от этого они становятся еще богаче. Понимаете? Никто не ждет первого миллиарда долларов, чтобы начать инвестировать. Ну, кто-то скажет, ну, у меня там и нет, допустим, миллиона долларов. Но как раз таки сегодняшние инструменты, и они позволяют начать инвестировать даже тем, кто этим никогда раньше не занимался, и тем, кто имеет там несколько тысяч рублей. Как раз таки краудинвестинг, в том числе, это один из таких инструментов. В проекте двигателей Дуино вы можете сделать инвестицию от 50 долларов, и эта инвестиция уже может создать ваш первый капитал, который вы уже вложите в какие-то более, скажем так, низкорискованные проекты инвестиционные, но сам с меньшей отдачей. Так что, друзья, смотрите за новостями, следите за проектом, и принимайте участие в проекте двигателей Дуино. Помните, что у нас сейчас, во-первых, идет акция, согласно которому курс личного кабинета был, курс доллара личного кабинета был зафиксирован, и продлится он до 20 марта, это означает, что все инвесторы и партнеры могут выплатить свои расстрочки или купить новый инвестиционный пакет по курсу 67 рублей за 1 доллар. Это очень важно, особенно для жителей России, я думаю, что таких на этом вебинаре большинство. Второе, у нас 1 апреля завершается инвестиционный этап, и мы переходим на 13 этап развития проекта, и это означает, что у вас есть возможность поучаствовать в проекте двигателя Дуино нового на условиях 12 этапа только до 1 апреля. Уже с 1 апреля мы переходим на новый этап развития, у нас будут новые вызовы, новые задачи, и, конечно же, риски у проекта уменьшаются, поэтому уменьшается и та скидка, которую мы даем на инвестиционной доле, так что не упускайте свою возможность принять участие на наиболее выгодных условиях. На этом я сегодня закончу. Несмотря на интернет, мы сегодня довели презентацию до конца, и, конечно же, на ваши вопросы я также отвечу. Пишите вопросы, я сейчас заодно пройдусь по всем, значит, по всем, у нас 2 раза оборвался интернет, сейчас я найду те трансляции, так, и отвечу на вопросы, которые уже в других чатах. Так, какая из них первая осталось понять? Вроде это. Полагаю, что уже пора определиться с внутренней биржей. Чувствую, что после утверждения проекта рассрочки, собранные наличные, наличные будут достаточны для строительства, ну или очень близко. Да, все верно, мы уже практически с этим определились, так что не переживайте, все будет как нужно. Павел, у нас проект заканчивается через 3 месяца. В этом интервале будут у нас внутренние биржи или может позже июня. Раньше это говорю, что будем тестировать функцию биржи до окончания финансирования. Ну, смотрите, я могу сказать только одно по поводу биржи, то, что она будет запущена после завершения финансирования. Здесь точных сроков я назвать не могу. Будем ли мы тестировать до? Я думаю, что да. Возможно, это и не придется делать до завершения финансирования. Возможно, мы возьмем какую-то паузу и в эту паузу эта биржа будет протестирована и запущена. Я могу сказать лишь о том, что концепция биржи и сама биржа будет подготовлена к необходимому моменту. Это так. Что касается позже июня или не позже июня, смотрите, у нас здесь есть тоже очень момент, да, очень важный, то, что о чем Дмитрий Александрович уже неоднократно говорил. Это тот самый момент, что итоговая сумма может быть скорректирована. И скорректирована она может быть в том числе в большую сторону. Почему так происходит? А происходит это исходя из госэкспертизы, которые могут несить в свои корректировки. Более того, вы видите, что сегодня происходит в мире. И мало того, что с Китаем сейчас достаточно проблематично, да, они запускают предприятия, но Дмитрий Александрович также говорил, что это вызывало многие проблемы в связи с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, да, и курс доллара, и другие финансовые рынки, поэтому мировую экономику может какое-то время лихорадить. Так что это может вызывать и удорожание цены где-то, и корректировку каких-то заказов, смет. Так что, да, это тот мир, в котором мы живем. Здесь мы ничего поделать не можем, и будем действовать в тех реалиях, которые будут наступать. Ну, сильно краски сгущать, конечно, не нужно, как так сказал, аж самому стало страшно. Нет, все не так плохо, но это просто нужно принимать. Нужно принимать и нужно помнить, что как раз-таки в любые времена, если что-то случается, то деньги обесцениваются в первый момент. В первый момент обесцениваются деньги, особенно рубль. Так что, друзья, инвестиции это тот способ, который может защитить ваш капитал, как минимум, чтобы он не сгорел. Даже если какие-то активы обесцениваются, то скорее всего, по крайней мере, раньше так было всегда, если это надежные активы, такие как акции, золото, то они всегда вернутся к прежней цене, и в итоге вы все равно заработаете, может через 5, через 10 лет, но они вернутся к прежним ценам, поэтому инвестиции всегда помогают заберечь деньги. Так что, проект двигателя Dinova здесь не исключение, если вам нужно выплатить рассрочку, выплачивайте ее, если у вас есть такая возможность, платите месяцы вперед, потому что вы можете прийти через месяц, курс доллара, там опять будет 80, или еще что-то произойдет, может быть все что угодно. Так что, как говорится, прогнозы давать я не буду никакие. Когда Solar Group прекратит сотрудничество с Sovel MASH, зачем инвесторам знать количество долей акций? Так, хорошие вопросы. А зачем знать? Ну, знаете как? Зачем им знать все остальное? Вот вы мне задаете вопрос, зачем им знать? А вам зачем знать? Зачем им знать? Ну, люди хотят, много вопросов задаю, значит, зачем это нужно? Вот. А что касается, когда Solar Group прекратит сотрудничество с Sovel MASH, ну, знаете, как я думаю, что и Solar Group выгодно сотрудничество с Sovel MASH, и Sovel MASH выгодно сотрудничество с Sovel MASH, поэтому, как правило, сотрудничество, оно всегда длится до тех пор, пока всем такое сотрудничество выгодно. И более того, и инвесторам такое сотрудничество выгодно, и партнерам, которые работают, то есть, в нашем случае нет стороны, которая здесь проигрывает. Понимаете, инвесторы инвестируют, партнеры зарабатывают на партнерской программе, в общем-то, все у всех так, как должно быть. Поэтому я не вижу никаких, скажем так, перспектив отрицательных, да, по которым мы могли бы прекратить свое сотрудничество. Я думаю, что проект двигателя Дуинова именно в рамках Sovel MASH мы, когда доведем до конца, Дмитрий Александрович говорил и о следующих проектах, и о возможностях расширения. Я думаю, что все это реализуемо. Более того, я уверен, что огромное количество из тех инвесторов, которые сегодня принимают в проекте участие, захотят поддержать и следующие проекты. Поэтому, я думаю, что это сотрудничество будет достаточно долгим. Расскажите, пожалуйста, правила просрочки. А, вы видите, наверное, правила просрочки платежа. Ну, смотрите, если вы платите свою рассрочку и у вас нет очередного платежа более чем 20 дней, в таком случае ваша рассрочка обрывается. Можно ли ее восстановить? Восстановить можно, рассрочки восстанавливаются в индивидуальном порядке. Если у вас действительно случилась ситуация денежная, да, как вы пишете, доходность упала до нуля, я так понимаю, что это с этим связано, то это можно считать уважительной причиной, тем более, вы состоите в клубе 100. Я думаю, что мы пойдем к вам навстречу и когда вы захотите возобновить свою рассрочку, вам дадут необходимый инструктаж в технической поддержке и вы сможете, написав объяснительную, восстановить свою рассрочку. Я думаю, что в вашем случае это точно получится сделать. Так, с переходом на 13 этап уменьшится дисконт на приобретение долей. Поэтому было бы резонно добавить пакеты на 3500, на 4000, на 4500 долларов. Это будет дополнительным стимулом для партнеров. Монтай, мы постоянно думаем над добавлением новых пакетов и сейчас у нас есть некоторые мысли по этому поводу. Поэтому да, вполне возможно, что что-то новое мы в скором времени увидим. Когда уберут старый дизайн личного кабинета? Виктор, тогда, когда мы посчитаем, что новый дизайн доведен до его логического завершения. Пока еще много над чем есть поработать. Кнопочку увеличения пакета оставят на 13 этап? Виктор, да, скорее всего, ее оставят. Можно рассрочку увеличить не в два раза и более, а на меньшую сумму. Смотрите, рассрочку можно увеличить не в два раза. Вы можете перейти на следующий просто инвестиционный пакет. Если у вас там тысячу долларов, вы сейчас платите, то вы можете перейти на полторы тысячи долларов. Поднос полторы или сам с полторы тысячи долларов на две тысячи долларов. Значит, вы просто смотрите, какой инвестиционный пакет идет в следующем. Это минимальный шаг, на который вы можете перейти. Обращаю ваше внимание, что не при каждом увеличении пакета не обязательно, что у вас увеличится сумма ежемесячного платежа вполне вероятно что она останется тоже нужно просто смотри какие варианты там есть сколько месяцев какая сумма в месяц в общем то все это бывает по разному ушел по-английски как видите не ушел как видите так смотрю вопросы есть так и в новой трансляции сделайте новую функцию продление пакета на ту же сумму и по тому же этапу до сергей мы сейчас над этим действительно думаем пока не буду ничего преждевременного говорить но такое возможно и все же не ответил зачем знать количество долей акций с точки зрения инвестора с точки зрения solar group моя финансовая грамотность не позволяет понять не позволяет понять зачем это знать денис просто если вы знаете итоговое количество долей инвестиционных или акций в компании вы можете точно рассчитать сколько там допустим заработал компании 50 миллионов долларов выплатил определенное количество дивидендов вы можете точно посчитают сколько дивидендов на каждую акцию придется то есть это конечное количество акций позволяет понять более точный прогноз доходности на вашу долю в компании вот зачем люди хотят это знать ну что непростой был вебинар но все же он подходит завершению я жму руку тем кто до конца его досмотрел несмотря на все прерывания интернета и это действительно показывает вашу преданность вам большое спасибо те кто не досмотрел а я думаю что вы сделаете это в записи без проблем и попрошу чтобы нарезали вебинар так что он был в одном видео целостный можно будет все одним роликом посмотреть но а вас тогда попрошу раз расслабить вебинар по всем чатам чтобы люди могли ну по как минимум ответы на вопросы посмотреть большое вам спасибо за то что были на вебинаре я еще раз напоминаю вам о об акции курса доллара в личном кабинете сегодня вы можете пополнить баланс личного кабинета по курсу 67 рублей за 1 доллар это такая антикризисная акция в проекте двигатели длинного пользуйтесь ею до 20 марта она будет действовать и не забывайте что в 1 апреля мы переходим на 13 инвестиционный этап это означает что доли снова подорожают и купить доли по такой цене которая есть сегодня у вас уже никогда не получится так что не упускайте свою возможность проинвестировать в проект двигателя длинного на наиболее выгодных условиях